Знаете ли вы, что вся семья, в том числе дети, получают огромную пользу от употребления фторированной воды? Доказано, что помимо использования зубной пасты со фтором, также рекомендуется пить фторированную воду для поддержания зубов в хорошем состоянии. Вы будете удивлены, но фтор – это яд, и фторирование воды – это опасный социальный эксперимент, который начался более 40 лет назад. На одной из гор в Джорджии находится необычное каменное сооружение. Идеально стоящий на земле этот американский Стоунхедж был открыт в конце 70-х. Высотой около 20 шагов эти шесть гранитных камней весят около 125 тонн. Но самое интересное не размер, а послание, которое написано на Стоунхедже. На четырех древних языках написано 10 посланий. И первый из них является очень интересным для всех нас. Человечество должно поддерживаться на цифре 500 миллионов человек для поддержания баланса с природой. Зачем они добавляют фтор в воду? Ну, я не знаю. Мой дед был дантистом, и, насколько я знаю от него, фтор необходим для здоровья зубов. Ну, дети любят сладости, и поэтому у них может возникнуть кариес. Ну, наверное, чтобы кариес не возник, нужен фтор. Я так думаю. Фтор безопасен и эффективен. И это одно из самых лучших средств сохранить эмаль. Мы должны делать все, чтобы избавить наших детей от кариеса. Фтор абсолютно безопасен. Фторирование воды – это абсолютно безопасный, эффективный способ бороться с проблемами с зубами у населения. Я решил изучить историю появления фтора и введения его в ежедневную практику. В этой истории присутствуют несколько личностей, которые сильно повлияли на продвижение фтора. В конце 19 века произошла некая революция. Она была не политическая, не социальная и не культурная. Это была экономическая революция. К сожалению, результатом этой революции стали ядовитые, химические, токсичные отходы промышленности. И один из них – это Фтор. В 30-х годах наибольшим производителем Фтором была алюминиевая промышленность. Причем вся эта отрасль находилась в руках одной компании-монополисты. Американская алюминиевая компания, также известная как Alcoa. Секретарь казначейства США, который являлся директором Департамента здоровья, также имел ключевой пакет акций в компании Alcoa. Он организовал научный институт, целью которого была пропаганда безопасности фтора. В этом институте приводились доказательства того, что фтор необходим для поддержания крепкости и здоровья зубов. Джеральд Кокс, работающий в этом институте, впервые предложил фторировать воду для населения. В 25-м году в городе Грэнд Рэпид, штат Мичиган, впервые решили провести эксперимент по фторированию воды. Меня зовут Майк Адамс, я директор сайта Новости Здоровья. То, что сейчас называют фтором, на самом деле не является тем фтором, который находится в природе. На самом деле это просто смесь, в которой может находиться совершенно различные токсичные отходы. Радиоактивные отходы, ведущие к раку, тяжелые металлы, элементы, вызывающие неврологические нарушения. И всю эту гадость они называют фтором. Они добавляют это в питьевую воду, и многие доктора говорят о том, что фтор полезен для зубов. Начиная с 1945 года, города Америки постепенно начали фторировать. Согласно статистике 2010 года, 74% воды фторировано в Америке. Меня зовут Дэвид Кеннеди. В 73-м году я закончил университет Канзаса по специальности стоматолог. Я имею ученую степень по биохимии и физиологии. При фторировании воды основным элементом является фтор-кремниевая кислота. Это очень важная тема, но многие вообще не понимают, о чем это. Вначале они использовали фторид натрия, который является отходом в алюминиевой промышленности. Тот фтор, который используется сейчас, является продуктом отхода индустрии фосфатных удобрений. Это очень токсичная минеральная смесь, основным компонентом которой является фтор-кремниевая кислота. Эта кислота не какая-то там водичка, это токсичное, опасное вещество. Фтор – это очень оригинальная идея для некоторых отраслей промышленности, горнодобывающая, химическая, алюминиевая, металлоплавильная промышленности. Они освобождаются от токсичных отходов без того, чтобы платить за утилизацию. Они просто переименовывают это во фтор и продают городам и правительству. Фтор токсичен, он не укрепляет зубы, иначе бы у нас не было бы в обществе проблем с этим. Существует множество диких племен, которые даже не слышали про фтор, и у них идеальные зубы. Почему? Эта кислота является токсичным продуктом отхода в индустрии фосфатных удобрений. Вы копаете гору и получаете камешки с фосфатом. Вы смешиваете их с фтор-кремниевой кислотой, и в итоге получаете те самые удобрения. У них остается эта кислота, и они не знают, что с ней делать, так как она является продуктом отхода. И в итоге они ее продают. Им было сложно решить проблему токсичных отходов, так как их было практически невозможно утилизировать безвредно. И в конце концов, о, у нас есть идея, давайте добавлять это в воду. Нам не нужно будет беспокоиться об утилизации. Мы будем продавать это государству, а оно будет добавлять это в воду. И сейчас они зарабатывают миллионы долларов на том, что продают смерть. Давайте обратимся к науке. Что по факту делает фтор-кремниевая кислота с человеческим организмом? Официальное научное исследование показывает, что кислота разрушает человеческий организм в различном виде. Она деактивирует 62 энзима, ускоряет процесс старения, увеличивает опасность заболевания раком и появление опухолей, разрушает иммунную систему и генетику, влияет на ДНК, способствует артриту и в целом отравляет организм. Принципиальный вопрос следующий. Наши кости становятся сильнее или слабее от фтора? И правда состоит в том, что они становятся слабее. Официальная медицина проводила исследования. Люди, которые получали повышенную дозу фториды натрия, их кости становились больше, но они также становились слабее. Сейчас население поголовно протезирует кости и зубы. Раньше такого не было. Когда я был маленьким, да, кто-то что-то протезировал, но это был редкий случай, исключение. Многие люди, страдающие болями в суставах и мышцах, даже не подозревают о причине этого. Дело в том, что когда фтор попадает в ваш организм, он делает ваши кости шершавыми. В нормальном здоровом организме все кости гладкие и эластичные. Поэтому мышцы охватывают кости без каких-либо проблем. Но при нарушениях поверхность становится не гладкая, не эластичная и шершавая. И это является причиной боли в суставах и мышцах. Соответственно, фтор влияет на, можно сказать, одно из самых важных, что у нас есть. Это на весь наш скелет и на наши зубы. Первые симптомы, которые вы испытываете при проблемах с костями, это боль в суставах и мышцах. И это то, что мы видели с моей женой, когда снимали документальный фильм в Китае. Китайцы испытывали невыносимую боль, и они не могли работать. Насколько вы знаете, если в Китае ты не в состоянии работать, то ты умрешь от голода. Вы когда-нибудь слышали о зубном флюорозе? Эта болезнь является следствием переизбытков тора в организме. На этих картинках мы видим зубы, подверженные флюорозу. Как-то раз ко мне пришла маленькая девочка, у которой было это заболевание, и попросила меня ее вылечить, потому что она не считает, что это красиво. 41% американских тинейджеров страдают зубным флюорозом. Я очень напугана, ведь я даже не знаю, что находится в моей питьевой воде. При тяжелых стадиях эта болезнь деформирует форму зубов. Если вы видите такое у вашего ребенка, то это означает, что вы даете ему слишком много яда, и его организм не справляется с выводом этого яда. Когда я была ребенком, в мой организм попадало слишком много фтора через воду и еду. Я постоянно страдала от кариеса, и он возникал у меня намного чаще, чем у тех детей, которые не подверглись такому фторированию, как я. Насколько я понимаю, различные медицинские регулирующие организации по здравоохранению в курсе, что фтор является причиной зубного флюороза и всех этих проблем. Они прекрасно знают, что из-за фторирования воды зубы становятся больными и некрасивыми, и они ничего не делают. Если бы фтор хорошо влиял на состояние зубов, то это было бы видно по статистике, но статистика показывает совершенно обратное. Оказывается, фтор может привести к раку, кожным заболеваниям и различным другим болезням. Я была очень зла, потому что никто не сказал мне о том вреде, который может принести зубная паста, содержащая фтор. Если бы я знала, что она на самом деле разрушает зубы, я бы никогда ей не пользовалась. Одна женщина из Мэрилэнда давала своей дочке воду с повышенным содержанием фтора. Причем эта вода является детской, она входит в детское питание. Ее дочка выросла с очень тяжелой стадией зубного флюороза, и лечение стоило порядка сотни тысяч долларов. И эта женщина подала в суд на производителей этой воды. Если вы даете своему ребенку питьевую воду со фтором, то 100% что он вырастет с больными зубами. Они продают эту воду в магазинах детского питания. Как нам объяснить родителям, что эта вода – яд? Постепенно сообщество стоматологов по факту было куплено. Велась пропаганда среди стоматологов фторида. Эта идея о том, что фтор полезен для зубов, она продвигалась, в нее вкладывались деньги. И, конечно, сейчас мы понимаем, что это мерзкий, гадкий обман. Теперь мы знаем, что фтор опасен для здоровья зубов, и это преступление давать его детям. По статистике, 14% белых американцев, 21% афроамериканцев и 16% мексиканцев, живущих в Америке, страдают легкой стадией флюороза. Легкая стадия означает 25% второго наиболее разрушенного зуба. Достаточно посмотреть на картинку, чтобы понять, что в легкой стадии нету ничего приятного. В средней стадии флюороза страдают 4% белых американцев, 8% афроамериканцев и 5% мексиканцев, живущих в Америке. И далее мы смотрим статистику по тяжелой стадии флюороза. Огромное количество населения Америки, в том числе дети, страдают тяжелой стадией зубного флюороза. Это связано с тем, что фтор добавляется в питьевую воду из-под крана, фтор добавляется в бутылочную питьевую воду и продается в магазинах. Также фтор содержится в большом количестве различных продуктов питания. И также мы его получаем из фторированной зубной пасты. Доктор Джеймс Самнер, который получил Нобелевскую премию за исследование работы энзимов, проводил различные эксперименты в 50-х годах, результатом которого стало следующее. 100% фтор уничтожает энзимы. Ни в коем случае нельзя, чтобы фтор попадал в человеческий организм. Разрушение энзимов ведет к болезням, старению и смерти. Скажите, фтор хорошо влияет на здоровье зубов или плохо? Конечно, хорошо. Мы используем химическое вещество фтор, и оно всегда показывает позитивные результаты. Еще 50 лет назад американские исследования доказали, что фторид разрушает центральную нервную систему. Но эта информация засекречена. Химия? Вы собираетесь класть химию ко мне в рот? Все исследования влияния фтора на работу центральной нервной системы принудительно остановлены, увеличились. Наши дети растут глупыми и тупыми благодаря фтору. И государству намного легче управлять таким стадом баранов. Существует множество исследований, доказывающих, что фтор негативно влияет на работу мозга, разрушает иммунную систему, разрушает кости. И несмотря на это, мы продолжаем использовать фторированную воду. Что происходит в этом мире? Фтор сейчас используется в тысячах различных продуктов питания, которые продаются в магазинах. Как-то раз ко мне прибегает друг и говорит, фтор присутствует в Кока-Коле, фтор присутствует в чипсах. Я спрашиваю, что? Что он там делает? Компания Фиджи. Мы добавляем в воду 0,26 миллиграмм на литр. Компания Эвиан. Мы не добавляем фтор в воду. Компания Эррохэд. Мы добавляем в нашу воду от 0 до 1,3 миллиграмм на литр. Они все говорят, что такое содержание фтора натурально. Белочный сок 0,7 миллиграмм. Молоко 0,3 миллиграмм. Кока-Кола 0,2 миллиграмм. Как видите, в магазинах не продается ни одного напитка, который бы вообще не содержал фтор. Даже если напиток содержит 0,1 миллиграмм на литр фтора, то это все равно яд. И это небезопасная доза. Нет безопасной дозы фтора. Мы получаем достаточно флоридов от наших продуктов. Если вы чистите свои зубы фторированной зубной пастой, то вы на самом деле разрушаете свои зубы. Давайте вспомним некоторые последствия употребления фтора. Зубной флюороз, заболевание костей, рак, низкий интеллект, неврологические разрушения. Даже официальная медицина опубликовала как данные, что 1 миллиграмм на литр фтора разрушает здоровье животных. И это та самая доза, которая присутствует в нашей питьевой воде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!